Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешным. Номер 953. События дня. Серахов 7.39. Во всех делах твоих помни о конце твоём, и вовек не согрешишь. За 26 июля 2018 года. Четверг. Никогда не знаешь, чем день закончится. С утра взял двоих самых маленьких ребятишек. Их осталось только трое. Решили набрать малины. Я ведро большое, самая взяла и маленькие. Они двое брали в один котелик, как называю его. Это Лев и Тимофей. И мы три часа брали там, где осень дом стоит. Раньше батюшкин сеновал. Набрали и заранее договорились отнести батюшке. Это его территория. И он помогал. И всё. И принесли. Никак не берёт и всё. Хоть криком кричи. Не надо, не надо, не надо. Я говорю, матушка сказала, надо. Мы вчера ведро отдали ей. Ну, вывалили всё-таки. Отдали, пошли. Днём батюшка звонит. Вот тоже события. Как предсказанные какие. Вот сны. Снам верить нельзя. Но у меня был стон. Я не всегда запоминаю даже. А здесь сплю раздетый. Ну, без одеяла. А тут прохладно. Я одеяло натянул. Ну, на молитву ночью встать, где-то два часа. И слышу, по ноге змея ползёт. Змея. И я понимаю, что змей здесь нет. И только уш может быть. А как он? У меня всё закрыто. Кошки нету. Там в сенках они. Там мышей ловят. На улице ходят. Я потихоньку телефон. Это я проснулся и чувствую, ползёт. Уже проснулся. Во сне увидел её. Увидел, почувствовал и проснулся, и всё ещё чувствую. Я дотянулся до телефона и осветил. Гляжу, в ногах лежит змея. Я внимательно стал смотреть. Гляжу, ноги убрал. Она не шевелится. Посмотрел, откуда взялась такая чёрная, твёрдая, большая нитка. Думаю, какое-то это предупреждение. Ну, о чём оно может быть? Помолился? Ничего нет. Всё спокойно. Анастасию похоронили, помолились. Дробот Анастасию. И вот начинает известие. Я не прочитал. Вещь там принесли письмо из краевой прокуратуры, из районного суда. В районном суде, опять же, вернули исковое заявление к прокурору, что у меня нет высшего образования по юриспруденции. Ну, вот такое вот. Никто не верит, что так могут писать. Но опять написали они это, если сам думаешь защищаться. А я был представителем, защитником на суде. У других людей разницы раньше никакой не было. Кто ты такой? Как им параграфы знать наизусть? Совести вообще можешь не иметь. Лжец ты, Богом проклятый, не имеет значения. Нет благословения у тебя, не имеет значения. Высшее образование. То есть, это просто уже далеко-далеко. До этого начертания звери идти не надо, уже вплотную подошли. Тут одно, тут другое. Совести вообще нет. А совесть – это голос Божий. То ты сейчас так душище, из которой он слышится, я так объясняю. Вот змея-то у меня, зачем же она? Мысль приходит. Да сон да и сон забыть не забывается. И вот прокуратура считает, и опять то же самое, как будто я за землю борюсь. За неземлям мне строение не трожит. Ну сломаете, 9 соток, 0,09 гектара. Я все это напишу им. И вдруг из сельсовета сообщают Корченского, что прокурор, я думаю, может он вразумился, мы молимся за него, Королев Максим Васильевич. Ну разумный человек, он должен понимать, но не обязательно так, как маленький ребенок. Сатана сказал, прыгай, или бросься, на тебя на руках понесут. А зачем? Разобьешься. Достоевский подробно пишет. Ну я подумал, разумный человек, что он будет? Зачем ему? Даже он сломает, на навозной куче так ничего не будет. Будет лежать балки, там, вывозить их куда-то надо, шипер разломает. Ну хулиганство настоящее, если такое люди делают. Люди делают. Делают такое, подрывают сами себя, и здания рвут машинами. Но это-то живем в центре Сибирии. Оказывается, он наседает на сельсовет, чтобы сломали, поехали, сломали. И прямо усиленно. И я получил это известие, и сразу вернулся домой. Думаю, вот тебе и змея в ногах. И ползет по ногам бить для благовестия. Музей-то сделан для благовестия. Ну ладно, я вернулся. Что же делать-то? Как ехать? Если с Игорем поехать, он меня там возить не будет. А он только в пять. Обычно во вторник ездит, Игорь Барабаш. Пошел к Сергею договариваться. На вторник. Молочники едут. Отвезешь меня? Потому что он меня всегда везет, Игорь. А дальше-то надо ходить. А что я где могу ходить-то? Эдреса-то не знаю-то. Везде надо пройти. Ну, ладно, думаю. А кто-то говорит мне, Сергей, кажется, Пупков-то мне и говорит. Да как вы, Галя, загуляю-то, сообщите. Вот. И она вас повозит. Думаю, правильно. И я ей пишу. Завтра в пятницу. Ну, сегодня это за пятницу как бы уже вечер. 27 июля 2018 года. Мне нужно быть в Барнауле. Ехать, думаю, с Игорем Барабаш. Мне бы встретиться где-то ближе к центру. И сразу же начать объезд, если предприятие уже откроется. Это представительство президента Российской Федерации Путина, Владимира Владимировича, Медведева Дмитрия Анатольевича. По защите прав человека. Краевая прокуратура и представительство ЛДП Ржириновска и прочие политические партии. Губернат Алтайского края. В СМИ разные. Там оставить документы. Пошел я к Елене Барабаш. Все составили, откопировали, печати поставили. Прокурор села Мамонтово наседает на сельсовет Корчино, чтобы снести постройки музея. Сможешь ли возить меня везде до нашего отъезда? Потом сдать меня Игорю, где он скажет. Проверь машину, заправь и прочее. Только по городу. И с детьми помолитесь, чтобы все было только по воле Божией. Ну вот, позвонил ей, договорились, что я скину ей здесь. Ну вот я скинул такой вот. События-то дня идут. Это событие. Сейчас я покажу, что я написал за это время. Вот президенту, председателю. И дальше остальные я заполняю там, куда хотел, разные партии. Я прощаюсь. Крик о помощи. Крик о помощи. Ну некоторые не знают, а что это даст тебе? Да не знаю. Не знаю. Я знаю только Господь, который слышит, когда вопиют Ему. Вот. Вот тогда и Господь-то-то и помогает, если мы обращаемся к Нему. Крик о помощи. Ну, я не знаю, кого как касается это. Помогите во имя Иисуса Христа. Господь Бог позволил мне в 1972 году основать детский православный трудовой лагерь Стан, в честь священномученика Климента Анкирского, умершего, казненного в 312 году от Рождества Христова, память его 6 февраля по старому стилю. За 45 лет существования этого уникального во всех отношениях лагеря Стана в нем, иногда и вместе с родителями, отдохнули тысячи взрослых и детей почти со всего Советского Союза и мира. Были попытки закрыть лагерь Стан через санэпидемстанцию из-за несоответствия их нормам. За 45 лет у нас не было ни одного заболевшего, у нас заболевшего, поврежденного, утонувшего, отравленного, а сгоревшего. За летний период обычно было в среднем 109 человек. Ни Ялапкин и Игнатий, ни Обслуга, никто за эти 45 лет не получили ни рубля от государства. Все волонтеры во имя Христова. В 1990 году появилась внезапно возможность все устроить по нормам. Спонсоры сами вызвались. Вот тогда я и обратился в Корченский совхоз и всесовет выделить мне земли. Прилагаю документ. Выделили 3 гектара на 10 лет. Наша деревня Потеряевка исчезла в 1972 году, среди других 21 тысячи погубленных сел. Замысел был устроить лагерь Стана на 700 человек. Не деревню только, но лагерь Стан. Думали корпуса построить, дорогу провести. Очень богатые люди хотели все сделать, электрифицировать. И всем меня попросили, дали разрешение, чтобы я обратился в архитектурный отдел. И это не просто так. Зачем бы они мне это говорили? Сейчас я даже и гляну. Вот так. Где-то у меня тут такое есть. Прокуратура. Вот. Сейчас я посмотрю. Ну тут я не знаю, как показать-то, чтобы видно было. Наверное, ничего не видать. Корченский сельсовет. Подпись. Я прочитаю сейчас. Администрация Корченского сельсовета. Мамутовский район Алтайского края. Что-то такое. Постановление. Какого-то плохо видно. 10 июня, кажется, 1990 года. Номер 37. Село Корчено. О передаче в аренду сроком на 3 года земельного участка для православного трудового лагеря Стана. В честь Климента Анкирского. Вот. 6 февраля он. Рассмотрев прошение от начальника детского православного лагеря Игнатия Тихоновича о передаче ему земли, администрация Корченского сельсовета постановила. Вот. Первый раз этот документ, кажется, передать в аренду сроком на 3 года под строительство православного детского трудового лагеря Стана. В честь Климента Анкирского, память такого-то, гектар, гектар поселка Потеряевка. Потом переправить на 3 гектара. Обязать гражданин Лапкина Игнатия Тихоновича до получения у архитектора для строительства православного трудового лагеря Стана паспорта и регистрации его администрации Корченского сельсовета строительства лагеря Стана не начинать. Видите, как? То есть, далее. После окончания строительства предъявить православный трудовой лагеря Стан для приемки комиссии, назначенной архитектором района Кулеба Василий Федорович, начальник сельсовета, так скажем. Ну, значит, документ. Вот я об этом как раз и говорю. Документ. Замысел был устроить лагеря Стана 700 человек, но на следующий, 1991 год, Советский Союз распался, и все наши договора потеряли силу. Но лагеря Стан в прежнем своем составе продолжал существовать до 2016 года. Из выделенных трех гектар я не взял ни одного квадратного метра, но мы разровняли большую навозную кучу на место коровьих ферм, и на ней построили мазанки из прутьев или досок, которые называли курятниками наши недруги. Кому же они так мешают ныне? Это занимает 0,09 гектара, 9 соток, среди крапивы на большой навозной куче, не занимая ни одного квадратного метра сельхозугодий. И чтобы построенное для детей самоотверженными людьми сломать, только беспокаянным извергом может прийти такая богохульная фиксая идея, неисцельно больным людям, истинным врагам Бога и народа. Этого коммунисты тогда никогда не говорили и о том не помышляли даже, чтобы сломать готовые постройки. Мы сохранили все эти постройки и передали их в дар поселку Потеряевка, восстанавливаемой с 1991 года с нуля. Эти постройки на навозной куче 0,09 гектара входят теперь в территорию деревни на всех планах. Прокурор села Мамонтово Королев Максим Васильевич настойчиво шлет указы в сельсовет Корчино, чтобы эти постройки, превращенные ныне в музей-комплекс для бедных лагерей, снести с лица земли. Зачем? Полагают люди, что только для того, чтобы не было памяти о том, что живущие в лютой бедности сумели дать возможность тысячам взрослых и детей счастливо провести летнее время, сделать то, что не сделали все вместе олигархи, разворовавшие Великую Империю. Считаем Московский комсомолец на Алтае, 11-17 февраля 2009 года, страница 5-я. Острый угол, разгромный счет. О том, сколько ныне беспризорных в стране. В среднем сходится на трех миллионах. Мы желаем и уже делаем возможным посещать наш музей-комплекс для бедных лагерей на месте бывшего лагеря Стана, показать, как это организовать по всей стране, дать этим миллионам наших граждан шанс стать настоящими людьми. Кому-то это кажется лихом. Музей уже работает в частном порядке, пока без регистрации. Просим приехать к нам, посмотреть на месте и убедиться, что мы ни одного квадратного метра доброй земли не украли, рейдерством не занимаемся и самовольно ничего не присвоили. Далее телефон 8-961-230-70-60 и стационар 385-2-24-38-46. Моя подпись. Вот сейчас все это отпечатали, печати поставили. Сейчас покажу даже. Крик о помощи. Вот он как выглядит. Крик о помощи. И вот как выглядит последний. Тут я распишусь, печать стоит деревенская. Вот так. И я сказал, ехать надо, ехать, ехать. А дальше, как видно будет, Бог сделает то, что Ему угодно. И вот у меня, я и понимаю это, змея-то и кусает по ногам, чтобы не было благовестия. А без веры это никогда не сделать. Это большое, великое благовестие. Минимум 3 миллиона это наши посетители. То есть это реально. Такого в мире никогда не было, чтобы... Музей там, корчашки разные, там, битая посуда, еще показывают. А тут будущее. Конкретно, как пеща работает, как мы достаем все, сохраняем детей, купаемся, ездим. Все подробности. Уже было посещение нынче. Были, кажется, с Ярославля, там, с других городов. Будет дальше. Но прокурор непрерывно шлет. Зачем ему, никто понять не может. Но он слымает. А дальше что? Что это? Нарочечный прокурор. Не действительный. Просто фишка какая-то. Не знаю. Мне говорят, да не может быть, что вот такие прокуроры были. Ему зачем это? Зачем? Когда 45 лет лагерю. Такой подвиг сделали люди. Сколько людей ушли. От нас ушли. Ни с одним не было дедовщина в армии. Это работает, учатся. С красными дипломами. Ему это не надо. Это что, враг народа? Я не знаю. Я не утверждаю. Но люди пишут и спрашивают. Ему зачем это? Разговаривать не хочет. С трудом меня принял. А что дальше будет, я не знаю. Но я знаю, что Бог видит и знает. Даже если он разломает все. Да мало ли, расстреляли и Вавилова, и кого только не погубили. Ну, придет время. Солженицына восстановили. В школах преподают архипелаг ГУЛАГ. Я им говорю, вы душняк на 100 лет устроили здесь тюремный. Не повернуться, ничего. У нас ничего нету. Нету. Я привожу тут, чтобы у меня отец вернулся с фронта без руки. По матери три дяди погибли у лапетов артиллерийских. Такую жизнь они нам сделали. И притом земли вошли в поселок Потеряевку. Посоветовали нам в аренду взять. Да как аренда, когда нам он уже принадлежит от земля. 300 гектар. Никаких обрезали под последний дом. И строиться дальше не дают. Не дают. Нельзя. Сломаем деревню, которую принято решение на краевом уровне. Ей 27 лет. Запечатали со всех сторон. Ну, изверги можно только так делать. Это же нормальные люди. Встречаются, здороваются. Совещание делают без нас. Ну, батюшка, отец Аким встречался с местным главой администрации Мамского района. Говорит, через два месяца будет у них там какое-то совещание. И его пригласим. Но это, конечно, беззаконие. Ночью прислали бульдозер был. Наш пруд. Выпустили всю воду. И проехать ничего нельзя. И заблокировали. Это лет 20 с лишним такая блокада была. Даже глава администрации Метелев приехал. Федор Федорович. Заматерился. Да что же это делается-то? Так ну ваши же. Прислали бульдозер. Плотину сломали. Зачем? Никто не может ответить. Ну ладно. Постановление прокуратуре дали письмо. А письмо дал Мануэлов Анатолий Сергеевич, директор Корченского совхоза, что весной сейчас нельзя, зимой никак нельзя. Это застыло. Прокуратура спросила, вы как, согласны? Мы говорим, согласны. Ну не на огне же разогревать. Сделали, нет, не сделали. Затребовали документации на пруд. Я говорю, ему уже 200 лет, тогда было 180. Я говорю, я ходил на кладбище, кричал, кто знает, как строили, в каком году. 180 лет, я говорю, никого не эту, умерли все, судья смотрит. Ну понятно, что издевка, издевка. И эту власть никто не будет защищать, если она так издевается над своим народом. На плотину, которую я знаю, ну ее построили же в первые годы, вручную, прислать бульдозер, разрыть и воду выпустить, и смеяться дальше. И суд не кончился ничем. Но у Бога-то есть Божий суд на перстнике разврата. И с грозной судья он ждет. И вот здесь думайте о последнем дне, и никогда вовек это тебя не постигнет зло. Ну дальше как будет, Бог только знает. А тот сегодняшний день, я вижу черная змея в ногах. Господь как предупредил? Я принимаю это предупреждение. Как видение уже, не сновидение, а видение. Я проснулся и все еще чувствую ее. Осветило. Конечно, это сон, я крест не видел, на сто процентов не утверждаю, но явно, что змея жалит и жалит. Но она меня не ужалила. Не ужалила, просто разбудила, чтобы я бодрствовал. И обычно как еду, ну и нужды никакой нет. А тут только выезжаю, дорогу мне перекрывает Серафима Гавриловна, 92 года. А мы с ней очень дружим по сей день. Она всегда молится, я за нее. И я прямо перед ней на велосипеде. Она мне за руку сразу. Я говорю, такое дело, сестра. Завтра уезжаю в город. Ну молиться. Что, Максим опять? Да, он беспокоится о нас. Мы же не знаем, может он о нас заботится к лучшему. Может в музей приедут какие-то хулиганы, нас будут убивать. А музея не будет, нас никто не тронет. Ну я смеюсь, просто не знаю. Так ты помолись о нем, чтобы он христианином стал. Чтобы совесть его побуждала делать добрые дела. Это неплохо. Молитва должна быть на спасение. Мы не желаем ему зла. Желаем благословения. Вот и все. А как Бог устроит? Прокуроры входили в тройку, краевые. Когда расстреливали подряд людей. Три минуты, дело закончено. Следующий, следующий. Вот я посмотрел фильм. Мальчик в пижаме. Советую посмотреть. Тоже об этом. И другой. Беги, мальчик, беги. Тоже про еврейских мальчиков во время войны. Как издевались над ними. Да нам-то легче. Мы это переможем. Как в судьбе человека у Михаила Александровича Шолохова говорит Соколов Андрей Ванюшке. Мы сильные, Ванюша. Мы переможем. Ну и на этом пока все с Богом.